Дерихле получил то, что мы уже с вами узнали, в 1829 году. Вот тот самый интеграл, который позволил нам доказать, что при некоторых естественных условиях ряд Фурье в точке Х сходится к значению f от Х. В 1905 году Ферьер доказал, что если функция непрерывна во всех точках и, естественно, продолжается на всю вещественную ось периодически с периодом 2π, то есть, в проще говоря, непрерывно на отрезке от минус π до π, и при этом в концах значения совпадают f от π равно f от минус π, то можно по ряду Фурье построить, причем самым естественным образом, просто рассматривая средние арифметические первых n приближений. То есть, нулевое приближение – это вот а0 пополам, следующее – это а0 пополам плюс а1 косинус х плюс b1 синус х, ну и так далее. n-ное – это вот то, что мы выписывали вплоть до синуса nx и косинуса nx. Так вот, когда берешь средние арифметические, оказывается, будет равномерное стремление. Вот эти средние арифметические дают последовательность непрерывных функций, равномерно стремящуюся к исходной. Доказать это очень легко, удивительным образом. Там формула практически такая же простая, как у Дерихлей. И мы это сейчас с вами сделаем. Кстати, заодно мы получим ранее по максималям. Потому что мы же можем, чуть-чуть изменив функцию на конце, таким образом почти не изменив, и в смысле, когда расстояние считается как корень квадратный из модуля квадрата разности, мы можем любую функцию превратить вот в такую. И поэтому, если не докажем кого равномерную сходимость, то получится, что сколько угодно близко приближается к такими функциями. В смысле, когда расстояние, это корень квадратный из квадрата модуля разности. А значит, вот та самая невязка, которая там возникает, будет стремиться к нулю, и крайнестого форсеваля мы этим опусом сразу получим. Итак, вот она, проблемка. Теория Муфея. Если функция непрерывно на отрестие от минус b до b и f от минус b равно f от b, то при стремлении ядной бесконечности равномерно средняя арифметическая функция f0 до f от минус 1 стремится к f от x. Равномерно это означает, что для любого положительного числа ε существует такое k, что при всех n больше k разность по модулю меньше ε для любого числа x. Ну, разумеется, на такую функцию непрерывно продолжаем периодично на всю вещественную ось, повторяя эти отрезки, да? С периодом кодекции. Разумеется, я уже считаю, что вот эту вот формулу на территории мы знаем. И смотрите, что нужно. Нужно сложить такие равенства, подставляя сюда вместо n числа 0 и так далее. Ну, какого-то там ряда минус 1. Замечательно. Для того, чтобы это сделать, фактически нам нужно просто просуммировать вот такие синусы. А это задача из элементарной треномики. Берем опять этот элементарный один под углом α. Рисуем равноведленный треугольник с углом 2 α при вершине. Поворачиваем такие треугольники. Н раз. То есть, n треугольников всего рисуем. И смотрите, что у нас тогда будет. Вот если здесь взять одну вторую, то возникает прямоугольный треугольник с углом α и, мне кажется, там одна вторая. Значит, гипотенуза – это есть вот эта вот половинка, деленная на синус α. Значит, единица делить на 2 синус α – это высота, вот длина вот этого отрезка. Замечательно. Теперь, чему нам нужно фактически найти высоту вот этой точки над грузьем сцис? Для этого берем середину отрезка и говорим, что вот этот вот угол B, вот эта точка O – это n α. Замечательно. Длину вот этого отрезка мы знаем. Значит, отрезок OB – это вот длина такая, умноженная на синус n α. Вот это диспетично. Ну и все, формула такая. Если кто-то все-таки не любит геометрию, то, конечно, есть другой способ. Можно умножить обе части на синус α и каждый раз произведение синусов разложить как разность косинусов. Записываем формулы 2 синус α умножить на синус α – это разность косинус α минус α минус косинус α плюс α и так далее, и так далее. И складываем. Тогда в левой части будет 2 синус α умножить на интересующую нас сумму синусов. А в правой части почти все уничтожится, кроме самого первого, косинус α минус α, то есть единицы. И в самом конце будет косинус 2n α с минусом. Но единица минус косинус 2n α – это 2 синус квадрат n α. Просто осталось на двойку скратить и на синус α. Замечательно, даже двумя способами я указал эту формулу. Не важно как, важно, что она получилась очень красиво и симпатично. Вот это выражение без функции f и без интеграла называется, соответственно, ядро Фегера. И давайте поймем, какие есть очевидные свойства у разности f от x и вот этой, если мы будем ядстремить бесконечности. Ну, смотрите, во-первых, если изначально в качестве функции f взять единицу, то все f на гривой и так далее, ф на минус первой, будут единицами. Значит, здесь у нас будет единица. И получается, что когда вместо f пишешь единицу, то вот такой интеграл, заметьте, это интеграл, а не отрицательное выражение, такой интеграл даст нам число 1. Согласитесь, что это замечательно. Ядро Фегера, это 1 разделить на 2πn и квадрат синус nt пополам разделить на синус t пополам. Интеграл по отрезку от минус π до π, от этой неотрицательной функции при любом n в единице. И есть еще очень важное свойство. Если t лежит на отрезке от минус π до π по модулю больше или равно некоторого положительного числа дельта, то в таком случае смотрите, что у нас есть. У нас есть вот такой замечательный гранит. Вот здесь напишем 3, больше 0, конечно. И у нас синус не может быть слишком маленьким. Ну, просто потому что синус, это такой плохой график. Здесь проходящий через точку с канатами 0, 0 и точку π пополам 1 прямая задается уравнением y равняется 2πx. Соответственно, если вместо x подставляем t пополам, то будет t равен 1π. То есть, конечно, модуль не имеется. Но все это не важно, все эти мои описки. Важно, что мы в результате разность, если до краткости, чтобы не переписывать, обозначим, как это жельное от x, разность жельного и f от x можем при любом положительном дельте расписать вот таким вот образом. И опять, вот это выражение, конечно, надо бы переписать и здесь, и здесь, и сумма трех гранитов. И модули этих слагаемых будут стремиться к нулю. Смотрите почему. Вот если вы берете вот этот вот меграмм от минус π до минус d, то обратите внимание, у нас выражение fn от t будет при стремлении n, просто из-за этого n стремится к нулю. То есть, вот эта вот разность по модулю не больше некоторой константы, потому что непрерывная функция на отрезке ограничена сверху. Ну и, соответственно, если f в любой точке не больше некоторой константы m, то вот эта разность, по-моему, не больше, чем 2m, да, t, b, x и t. Здесь, как мы уже поняли, знаменатель не меньше, чем дельта разделить на π. Числитель не больше единицы, а n стремится к бесконечности. Интеграл на отрезке конечной длины от стремящейся к нулю до конечной стремится к нулю. Ровно по той же причине стремится к нулю вот такой. Теперь вот этот. От минус дельта до дельта. Все просто. Непрерывная на отрезке функция равномерная непрерывная. Поэтому при достаточно малом дельта у нас вот эта разность будет сколько угодно малой. А ядро дает на всем отрезке интеграл равный единице. Ну и, соответственно, умножаем на маленькое число и получаем маленький результат. Все. Теорема Фейера доказана. Теорема Фейера доказана. Заметьте, удивительным ростом доказательствам просто свойства синусов. Чтобы когда они зумируются, то получается такая потрясающая хостая форма. Теорема Фейера доказана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова